Ха-ха-ха. Поехали еще раз. Вот. Я вам показываю аккаунт, на котором настроены только динамические, автоматические решения. Динамический ремаркетинг пока не заработал, мерчинг тоже. Ну, неважно, потом его проверю, в чем здесь дело. Здесь, как минимум, запущен статический ремаркетинг и DSA компании. DSA, как я говорил, это когда гугль за вас решит. По каким словам показывать? Вы остаете только объявление. Сейчас. Значит, на первом этапе я рекомендую создать одно универсальное объявление на весь магазин. В дальнейшем, в дальнейшем у вас будет возможность на разные категории написать разные объявления. Соответственно, тут я сделал два объявления. Интересно было, будет ли разница в CTR. Ее практически нету. CTR я 31, 5, 65. Но объявления, честно говоря, не сильно отличаются. Хотя нет, отличаются. И DEC, главный, дело вписано, здесь не вписано. Неважно. Вот магазин мы запустили получается в авторнух в прошлый. Вот он в среднем так вот начинает набирать клики, показывает, а флаг увеличивается. А ваша задача, как я говорил, создать одно универсальное объявление сейчас будет. Мы будем это вместе с вами сейчас делать в гугле. А ключевые слова непосредственно, сейчас в гугле это можно посмотреть, ключевые слова, поисковые запросы, ключевые слова непосредственно для вас подберет сама система. Ключевые слова подбираются хорошо, на приличном уровне, очень релевантные. Система хорошо подбирает их, сама пишет заголовки. Мысль основная такова, что как бы у гугля больше данных, он лучше понимает на самом деле семантику всю. Он больше может думать о библии, семантических слов. И зачастую, даже если у вас хорошо проработано 7-ядро, широкая компания, всегда гугл DSA-компании что-то добавляют еще. Могут они добавить еще то, что вы упустили, то, на что вы внимания не обратили. Также можно запускать в качестве тестовой, если вы только запускаете контекстную рекламу, боитесь еще инвестировать, запустите DSA-компании, они дают хороший результат. Если у вас есть какие-то фразы, допустим, вы увидите, в дальнейшем увидите, что вот здесь какие-то фразы появляются, которые не стоит использовать. Ну, вы не хотите, чтобы по ним к вам приходили. люди, вы просто добавляете фразы, можно удалить следующим образом, добавить как минус-слова. И дальше можете добавлять эти минус-слова или в качестве, если у вас заведен общий минус-слов, мы сейчас заведем его сюда с вами, или на конкретное объявление или в конкретной компании. Извините, я немножко сбиваюсь, я говорю, но сегодня так же, что дети дома, поэтому я немножко такой сбивчивый. Если что-то не так, пишите. Так, если я сбиваюсь где-то, непонятно, по существу можете задавать вопросы, я буду передачки заходить, смотреть. Еще раз, если у вас есть товары или минус-слова, по которым вы не хотите появляться, в частности, здесь клиент не захотел появляться по фразе волейбольные, мы добавили, у него нет волейбольных кроссовок, мы добавили волейбольные минус-слова, и, соответственно, по этим, со словом волейбольные, больше не будет показывать Google нас. Спасибо. Окей, приступаем к непосредственной практической части. Сейчас мы с вами... Ну, давайте на этом аккаунте, окей, я думаю, мы у нас не обидели, но потом удалим это объявление, которое сейчас создаем. Значит, у нас есть некий магазин, вот он, наш тестовый магазин на AdvantShop. А тем, у кого магазины на AdvantShop повезло, потому что структура базовая, если вы не трогали, в AdvantShop положится очень хорошо. Именно магазины AdvantShop Google и все компании лучше понимают благодаря простым вещам. Например, у нас в AdvantShop все товары, все категории всегда выделено в Урле, что это категория. А на товары у нас всегда написано в Урле есть параметр, показывающий, что это именно товары. Почему это хорошо? Потому что мы можем поставить разные ставки на категорийные объявления, настроить только по каждой категории отдельные и отдельные товары. Всем понятно, что товары конвертируются лучше, выше товарные объявления, на них можно ставочку поставить выше, а на категорийные объявления хочется ставочку поставить ниже. Но, к сожалению, бывают магазины, если у вас магазин не на AdvantShop, например, на Bittrex, где у вас просто сплошняком идет слэш и дальше название категории или название товара, без параметра обозначающего категории товар. В этом случае ничего страшного, как и в конкретной данной ситуации. Здесь мы поставили весь магазин, то бишь, просто вписывайте URL своего магазина целиком, и тоже будет неплохо работать, они неужные страницы мы потом берем. Окей, поехали. Значит, я сейчас показываю поэтапно, вы потом пробуете повторить, если формат удобнее, соответственно продолжаем. Так надо начать. Нажимаете плюс компания и только поисковая сеть. Здесь выбираете динамические поисковые объявления. Компании я называю DSA. DSA. Так как у нас есть разделение в URL на категории и на товары, давайте подчеркнем, что мы сейчас делаем объявление на категории. Значит, я предлагаю делить компании на Москву и на Россию отдельно, если вы работаете по всей России. Москву все-таки выделить в отдельную компанию. Значит, единственная проблема у нас сейчас, давайте возьмем пример Михаила, который будет программ. У меня сейчас не сработает, потому что я забыл, он с поддоменами не работает. Нужно, чтобы магазин был на домене отделен. Здесь поддомен от ландшопа, поэтому он здесь не сработал. Берем jazetok.ru, вставляем сюда язык русский и обязательно выбирайте еще английский. А, не дает, это язык магазина, извините, подорожки только. Исковую сеть я предлагаю оставить на данном этапе. Здесь, если у нас только Москва, то мы, соответственно, выбираем Москва. Варианты местоположения обязательно нажимайте и делайте люди из целевого местоположения. И есть люди из включенного местоположения. Почему? Потому что даже если выбрали город Москва, Google если решит, что парень из Владивостока запрашивая красотки, все-таки имел в виду как-то, я не знаю, Google себе решит Москву, он все вам покажет посажу Владивосток. На данном этапе я предлагаю вам взять самую простую систему, это назначение цены за клик ручную. Про оптимизатор конверсии мы будем говорить на более глубоком курсе. В принципе, не так важно, честно говоря. Ставку по умолчанию поставим. Ну, вы для себя рассчитываете, какую ставку из этого поставить. Мы здесь условно ставим ставку в 10 рублей. бюджет давайте поставим на первые дни 200 рублей в день. Есть по дефолту расписание соответственно круглосуточное, мы его не трогаем, если надо, вам можете пробовать. Дальше нажимаем сохранить и продолжить. Еще раз пройдусь, сейчас попробуйте повторить вместе с нами. Выбираете динамические поисковые объявления, после этого задаете название компании, вписываете сюда домен в чистом виде, язык домена русский, здесь оставляете как есть, здесь вписываете регион, который вам нужен, здесь ставите люди из целевого местоположения, здесь стратегию не меняете, пишите свою ставку, пишите ваш бюджет, здесь не трогаете ничего, нажимаете сохранить и продолжить. Понятно, сможете повторить? Дорогой чат, ответь пожалуйста, все ли понятно, сможете повторить? Сколько вам на это надо времени? Кто не будет вообще сейчас повторять? Да, оставляем будешь? Ну, давайте тогда сейчас 15.56 жду ровно 5 минут. Показываю на экране еще раз основные настройки. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вопросы только конкретно по этому делу. Теоретические вопросы вообще оставляем на самый конец. Здесь просто вписываем уров, показываем, что это динамические поисковые объявления, выбираем регион и просим показать, что только люди из целевого местоположения. Это вообще классическая выездка. Стратегия назначения ставок оставляем как есть. Так по умолчанию 10 рублей, бюджет какой-то прописываете. Ну, 10 у меня, а у вас может быть рубль. Я подозреваю, что что-то все равно наберется. Немного, конечно, но Google смотрит набрать. Для лейнингов, одностраничников эта система практически не работает, трафика дает мало. Хорошо работает с магазинами. И, честно, несмотря на то, что не работает с адвантшопом, на адвантшопе особенно хорошие результаты, просто потому, что структура урлов правильная. я. Хорошо. Так, мышкой дергать не буду, стратегию не меняем. Екатерина, у кого нет аккаунта, напишите в гугле купон на AdWords, вам сам Google на своей страничке предложит. реклама. Оптимизатор цены нет. Что такое нет-каус? нет-ки мы поставим в самом конце. Сейчас мы не трогаем ничего. Нет-ки будут в самом конце. Ну, Олег, я не знаю, там структура урлов какая, я просто не видел. Ну, пока, смотрите, сейчас не заморачивайтесь, просто пишите, вбейте туда адрес сайта. Сейчас урлы будут на следующей странице. Проясните, почему лучше компания делит на Москву и остальная Россия? В Москве ставки выше, соответственно, придется более высокую ставку ставить. В Москве аукцион более разогрет. В России он менее разогрет, соответственно, там можно ставки пониже поставить. Про аналитику сегодня не будет, и ее не было обещано даже. Мы не обещали про аналитику сегодня говорить. Мы сегодня обещали настроить DSI-компании и начать настраивать в мерчем центре. Так, осталось две минуты. Я предлагаю всем так или иначе начать это делать, потому что иначе вам будет скучно здесь сидеть. мы будем вот такие перерывы делать, ждать, пока люди сделают. Кто-то сделал уже? Напишите и вот в общем. Молодцы. Чат? Да, я же должен в чат вас тоже видеть. Замечательно. Дожидаемся еще одну минуту и в 16.01 пойдем на следующую страничку. Кто-то наверняка уже перешел. 16.01 Так. Оптимизатор законъерсию пока не включаем. С ним мы можем научить только на большом курсе. это достаточно долгая тематика. Еду до 16.01 и еду дальше. Я подозреваю, сейчас народу поубавится из-за того, что мы так молчим. Окей, 16.01 здесь нажимаем сохранить и продолжить. Название группы объявлений оставляем то же самое. Значит, смотрите, у Михаила магазин уже раньше был в BSA, и он достаточно известен, поэтому он ему предлагает сюда запихать разные категории, которые уже сам для себя у вас может быть такого не быть. Поэтому у вас ситуация немножко другая, у вас будут скорее всего вот эти два выбора, таргетинг на те веб-страницы или таргетинг на определенные веб-страницы. Значит, если у вас магазин типа битриксового, сейчас я вам покажу какой-нибудь дом, дом свитчей, например, в доме свитчей достаточно тяжело выделить отдельно категории или отдельно товары, просто потому что битрикс по дефолту, посмотрите, сейчас я вам покажу, битрикс по дефолту, так, а что, экран светел? Светел. А почему? Я его не трогал. хорошо, что я позвонил, ты есть, отлично. Ну, сори, ребята, она что-то слетает, я не виноват. Значит, смотрите, берем вот магазин на битриксе, я сейчас вернусь там, не переживайте, у него нету по дефолту определения того, что это категория, а категория есть товарами, то здесь не написано проб. у вас может быть такой магазин, да, не на платформе Advant Shop, где у вас даже категории, категория если у вас слэш-категория или слэш-кодук не стоит, вы выбираете таргетник на все вот страницы. если у вас платформа Advant Shop, соответственно, вы выбираете делайте вот так и здесь таргетинг на определенной веб-странице. вы можете прописать сюда конкретно одну категорию, которую вы хотите рекламировать или все категории разных. Чтобы рекламировать все категории, мы берем переходим на категорию любого и вот этот есть категория это называется, соответственно, копируем, вставляем URL содержит категорию и отправляем вот туда вправо. Здесь можете ставочку еще раз не вписывать, она уже в вас вписана, только если вы хотите на определенных категориях какую-то ставку поставить отдельно, то вы сюда. Дальше мы пишем универсальное наше объявление. Как видите, заголовок задаст сам, ключевые слова выберет сам, нам нужно придумать универсальное объявление. У нас для примера сегодня взят магазин шаров Михаила Семенкова. Давайте быстренько придумаем какое-нибудь объявление универсальное. Вы пока тоже подумайте какое-то объявление. Вы скорее всего напишите там воздушные гелиевые шары доставка не знаю. работаем я сейчас пишу условный бред там, да, но вы для себя подумайте, что написать. 24 на 7, ой, 24 в больше. Отображаем URL. Здесь в чем дело. Вы можете взять замен вашего сайта, писать его с большой буквы, чтобы это красивее выглядело. и допустим у нас магазин тематический, у нас здесь шары, поэтому нам здесь проще писать в чем-то большой буквы шары, причем даже давайте напишем шары, гелия, вы, я через нижний штрейш. У нас объявления будут вот такие. Единственное будет динамический генерируемый заголовок, тот, который сама генерит сама система. Так умолчание мы не меняем, в URL мы отдельно пропишем на весь аккаунт в объявлении, в принципе все, на самом деле с крайней группой объявлений компания готова. Головомойки нет, ничего сложного. Еще раз, группой объявлений. Таргетинг выбираете, есть рекомендуемые, есть таргетинг на ввод страницы все, есть таргетинг на определенные страницы. Вы, если у вас хорошая структура URL, выбираете на определенные ввод страницы, если плохая, вписываете просто весь сайт вот здесь вот. Здесь вы можете ориентироваться как на URL, на название страницы, на содержание страницы, на категории страницы. Категорию он вам сам придет, которую вы сами знаете. Что же значит содержание страницы? Например, у вас ситуация, что да, у вас нет структуры URL какой-то сложной, но у вас, допустим, на каждом товаре есть какая-то фраза, которая идентифицирует ее, и вы понимаете, что она товарная. Например, фраза «Купите в один клик» в данном магазине, например, в Битрисе, есть только товарная страница по этой планете. Поэтому, в принципе, можно скопировать какую-то фразу, содержание страницы содержит «Купите в один клик», и у нас это значит, что будут рекламироваться страницы, которые содержат эту фразу. Мы понимаем, что у нас не будет рекламироваться блок, там нет этой фразы, у нас не будет рекламироваться страницы доставки, там нет этой фразы, что-то еще такое, да? То есть, можно вывести какой-то параметр, который динтифицирует часть страницы, которую вы хотите. Так. «Как считать отдельная тема?» Леша, какой вариант у тебя один активен? У тебя должно быть два варианта активных. таргетинг на все страницы, от сайта кинь, пожалуйста, в чат. Можешь? А, так на определенной странице. Как раз на определенной странице. Еще раз смотрите, давайте еще раз пройдемся. Таргетинг. У вас вот этого скорее всего не будет. У вас это будет неактивно, потому что ваш магазин еще, допустим, неизвестен. У вас будет таргетинг на все страницы или таргетинг на определенную страницу. Вы можете просто вбить сюда URL сайта. Даже вбивать надо, просто нажимайте страницу, они улетают. Либо таргетинг на определенную страницу. Здесь выбирайте, как вы будете таргетироваться. По URL, по названию страницы. Название страницы это title. Те, кто знает, что title, например, в данном магазине в title есть слово купить категорию товаров. Мы можем взять и писать сюда купить. Для нас это тоже понятно, и системе понятно, что мы рекламируем только товары и категории. Я имею ввиду, сдача правильно старгетироваться. принцип понятен? Скажите, пожалуйста, кто не сделал, поставьте двоечки, если вы сделали. Если не сделали, почему что мешает? Отлично. Я надеюсь, с таргетингом все разобрались, как таргетировать, на какие страницы. С ваншопом проблем нет, там все понятно. Сложности с сайтами и магазинами, у которых нет возможности выделить отдельные категории или уровень. Леша Горностаев, ты разобрался? Да, у нас вот такой скучный, тяжелый шок, но зато рабочий. Все же хотят кейсов по практике. Я просто смотрю, народ начал отваливаться. С заголовки не надо, пиши тексты объявлений, заголовки писать не можешь. Ждем еще две минуты тогда. Мы здесь таргетировались только на соответственно то, что в правом блоке, это значит наш выбор написали объявление, ставка по умолчанию на предыдущей странице, можете не трогать и сохранить группу объявлений. А, здесь проще ставка по умолчанию. Пишите те же самые десять рублей. Все, у нас группа объявлений готова. Если вы хотите группу объявлений, объявления сами можно поставить вот здесь. Соответственно нажимаете объявление. Хотите еще одно объявление, пишите. Он вам дает ваше объявление предыдущее. Соответственно вы его чуть-чуть переделываете там. Воздушные шары для праздника. если не лень, делайте два-три объявления, потом CTR будет выше, то оставите остальные там уберете. Шары на блоге. Сохранить объявления. У нас теперь два объявления в дальнейшем мы сможем их сравнивать. Вот это приостановь людей и профессии. Вот. Лучше кастомизировать нагляднее клиентам будет. Сейчас расширенные не трогаем. В целом на самом деле все. Здесь голову ломать не надо. Мы потом тупо делаем еще одну кампанию на товары. Я делать ее буду быстро. Сейчас давайте видим можно создать отдельную категорию. Если у вас другие ставки, на продуктовую, я бы создал отдельную компанию. Мы создаем отдельную компанию на продуктовую в данной ситуации. Назовем ее DSA продукт. Динамические поисковые объявления. А, сейчас сбросит. Окей. Я ничего не могу делать. Отстает кто-то встает. А вы сейчас не поймете, на какие слова надо включиться. Вы поймете только потом. Динамические поисковые объявления. уровня. у нас язык русский. Давайте здесь сделаем таргетинг на Россию за исключением Москвы. Здесь вы нажимаете, выставляете Россия расширенный поиск, набираете исключить. нажимаете соответственно вы нажимаете исключить. А сам таргетинг Россия добавить. И у вас получается вся Россия за исключением Москвы. Это то, что вы хотите сделать на Россию за исключением определенных городов, потому что Москву у нас отдельная компания. То бишь здесь выбираете когда какой-то город, давайте исключим еще Самару. Самара исключить. Казахстан добавить для примера. Казахстан добавить. У нас получается Казахстан Россия включены, а исключены Самара и город Москвы. 10 рублей те же самые 150 поставим. Здесь мы ничего не трогаем. Продолжить. Двух объявлений у нас есть. Один часто грузится. И здесь очень просто. Мы просто сделаем паркетируемся на продуктовую страницу. перейдем ее. Возьмем Flow Products. РОС содержит Robux. И кидываем сюда. Здесь пишем шары доставки. Шары доставки. Я пока и рулю пишу. Я вам говорил что здесь пишем вот так возьмем главный еще раз дамин сайта. сайта. шарики напишем. В целом все. Есть уже стома стала стома. Отлично. Создать группу объявлений. У нас вторая компания ESA приостановлена на продукты создана. На самом деле все. У вас буквально через сутки двое эти компании начинают показы. В дальнейшем вы просто смотрите отдачу от них и увеличиваете или уменьшаете ставки. Посмотреть какие еще раз говорю посмотреть если компания уже прокрутилась можно посмотреть по каким словам эту компанию показывали. Эти объявления показывали. Это делается вот так. Вы заходите в нужную вам компанию допустим вот Россия и идем ключевые слова идем в поисковые запросы здесь нажимаем и смотрим по каким фразам нас сколько раз показывали. Вот по этой фразе 416 раз показали 27 кликов CTR вот такой средняя цена клика 357 всего потрачено за период это вот за этот период именно имеется ввиду. Вот такая сумма. Потом вы увидите эти фразы сейчас вы их не увидите. если в аккаунте где-то уже есть эти слова например у вас уже есть ручная компания какая-то тут работает классическая система какое объявление выше ставка какое объявление выгоднее показывать компании Google непосредственно то есть Google пытается заработать больше соответственно он покажет то объявление у которого вероятность клика выше. соответственно если у вас есть ручная компания и DSA компания безусловно лучше чтобы ставки на DSA компании были ниже чем на ставки на ручные компании мысли понятна Ксения напишите пожалуйста отлично а у всех картинка отстает от звука если у вас есть ручные компании давайте я минутку помолчу вы пока перезагрузитесь у кого отстает что касается DSA компаний на самом деле все так они просто настраиваются ничего сложного там нет совершенно вы можете сделать то же самое или сделали уже я надеюсь значит в принципе у Яндекса тоже есть такая штука давайте лично перейдем единственное она вот она создать компанию в директе динамические объявления я сейчас создавать компанию не буду принцип создания откладывать не такое же что они хотят вы сюда вбиваете домен вот сюда можете писать UTM ссылки здесь пишется текст объявления сам уголовок динамический ключевые фразы динамические таргетинг или все страницы сайта или группа страниц условия ну и так далее по принципу единственное сейчас яндекс это хорошо работает только для бытовой техники потому что по всем остальным направлениям практически не дает результаты компании а у гугля дает по всем направлениям поэтому при желании можете сделать то же самое для директора может быть у вас работает если у вас там выжить видовую технику давайте здесь в гугл адвокс добьем две вещи они достаточно обязательны во первых давайте сделаем типичную UTM разметку всего аккаунта нажимаем здесь внизу общие библиотеки здесь нажимаем варианты URL еще раз слева выбираем общие библиотеки варианты URL здесь нажимаем посмотреть здесь у вас функция автоматической пометки это идет речь о том чтобы передавать данные в аналитикс если у вас аналитикс это связано то нажимаете у вас будет выходить если вы хотите посмотреть что происходит в Яндекс Метрики вам нужно прописать вот сюда вот эту строчку я вам кидаю ее в чат копируйте прямо сейчас я жду 3 минутки идете влево общей библиотеки варианты URL и здесь да здесь шаблон слеживания выставляете вот такую универсальную разметку это значит теперь все объявления которые какие бы вы ни создавали у вас в данном аккаунте они все будут уже UTM размечены по этой специальной UTM разметке ну и скажешь это Google что это TPC подставить подставить объявления и кейвы ключевые строки потом эти данные в яндексе нужно видеть так поставьте плюсик если вы делали это шаблоном отслеживания мы сейчас перейдем к общей базе минус слов в секунду не надо не надо ничего делать я сейчас все подготовлю сохранить как янговый диск давайте мы файл 22 янговый диск файл 22 копировать кубличную ссылку ссылки я надеюсь ссылки активны у меня активно по крайней мере так и ссылки неактивны активны все выбирать как она будет если вы точно копируете и семейный бранч я надеюсь уже все прошли варианты урл поставили шагу отслеживания пункты автоматически пометки включили с анализа и теперь минус слова у угля можете создавать минус слова на весь аккаунт целиком есть есть слова которые вообще не стоит показывать у вас не по одной компании вы можете создавать несколько списков минус слов например в этом магазине тартран нету волейбольных прослов то волейбольное мы потом выяснили и занесли вот сюда соответственно плюс список слов пишите название этого списка минус слов и здесь пишите все свои типовые минус слова фото видео обзор обзор не нужен форум отзывы скачать ну вот у меня есть типовых сейчас доставать не буду типовых соответственно нажимаем сюда и непосредственно в вашей ситуации например шары да допустим у нас тут явно надо бильярдные убрать и прогулки на воздушном шаре как это называется явно здесь будет да там полет на воздушном шаре ну все что не относится непосредственно к тематике вот нажимаете соответственно у вас появляется здесь вот этот список минус слов потом его надо применить к компании здесь мы нажимаем применить компаниям и здесь выбираем вот те наши компании которые мы сегодня создали нажимаем сохранить все теперь у нас есть общий список слов он применен к этим двум компаниям у вас этих минус слов должно быть сотни как у меня вот здесь вы сделайте я пока жду общий список минус слов и примените к нужным компаниям а потом я вам покажу как с этим списком минусов удобно работать так да морфология морфология для минус слов гуглом не делается нужно писать все все типы ну в смысле расписывать сюда морфологию вам поможет инструмент я пока поищу инструмент вам на будущее не помню не помню честно говоря на знамен а знаете где был хороший вот хороший вопрос задал я принимал задолго честно говоря потому что вот эти все фразы по-хорошему вам потом надо массовый целиком взять я вам сейчас дам эту ссылку туда закидываете кстати здесь есть список дополнительных минус слов и нажимаете просто нет для этого потом забираете всю уфологию и добавляете сюда ссылку кидаю вам это вы делаете потом показать еще раз куда метки ставлять и вопрос варианты URL здесь нажимаете да здесь изменить и вставляете вот сюда варианты URL нажимаете исправить минус слова они вот здесь общий это вам поточнее наше рабочее минус слова сделали ребят поставьте крючки сделал я вам покажу следующий фильм экран жил это и так он подожди с вот это Сейчас слышно, да? Экран видно, сейчас слышно. Я думаю, что мне никто не отвечает. Ребят, извините, но это вопрос о платформе. Это не наш косяк совершенно. А косячит сама платформа сегодня. I am very sorry. Сейчас меня слышно? Все, отлично. Ладно. А поставьте единички, если вы минус-слова прописали, пожалуйста. Все. Леша, я тебя понял, ты уже сто раз написал. Все, отлично. Значит, для чего здесь удобно держать готовый общий список минус-слов? Потому что я вам уже показывал. Когда мы потом смотрим поисковые запросы, это те запросы, которые конкретно набрали люди. Как они их набирали в том виде. Это не ключевые слова, которые мы вписали в свою руку. Это то, как они их набирали. Если вам какое-то слово не нравится, и вы хотите исключить его показ на весь аккаунт, чтобы он вообще в вашем аккаунте не появлялся. Например, давайте какому-нибудь слову поделим сейчас. Ну, давайте поделимся к слову протеин бар. Ну, не знаю. Допустим, мне он не нравится. Отмечаем галочкой, нажимаем добавить как минус-слова. Вот оно у нас здесь, протеин бар. Убираем. Это скобочки показывают точное соответствие. Нам не надо. Нам и слово бар не нравится. Убираем бар и список минус-слов. Здесь выбираем наш список минус-слов общий. И он уйдет на весь аккаунт. На всех компаний, которым этот список минус-слов применяется, условно говоря. Нажимаем сохранить. Все. Тем самым, мы в два клика закрутили показ данного слова на весь аккаунт вообще. Он здесь, конечно же. Тест-одзонка. Вот оно слово бар. Уже его здесь вот. В целом, удобно. Я думаю, просто и понятно. Сейчас мы с вами сделаем следующую вещь. Мы сейчас зайдем с вами в Google Merchant Center. У нас, наверное, у вас должен быть подготовлен фид. XML-файл или EML-файл. И вам надо этот фид скормить в Google Merchant Center. Дальше мы через неделю с вами встречаемся и допиливаем до конца эту процедуру по настройке Google Merchant Center. В чем дело? Дело в том, что фид должен пройти модерацию. Все товары просматриваются руками, глазами, модераторами. Леш, я думаю, это сегодня не тема, широкое или не широкое соответствие. Семь задачи дать крайне простые инструменты, которые мы можем настроить за полчаса и это даст трафик на сайт. Причем недорогой. Очень быстро. Тихо глубоко просто входить сейчас в неготовый. Шурук соответствия, несоответствия, это мало кому надо. А если надо, кому-то можно посчитать. Давайте в Merchant Center идем. Задача пока есть, куда тыкаться. вы набрали в Google Merchant Center. Давайте я с вами наберу, чтобы было органичное. Нажимаете Merchant Center, он вам выдает его, вы на него заходите и вам нужно в нем зарегистрироваться. Тайнак. Тайнак. Соответственно. И белый экран. Дело в том, что у меня здесь уже был раньше в магазин, сейчас его нету. И мне выдал вот такой вот экран. У вас будет экран другой. У вас там надо будет писать название магазина, на страну и так далее. Давайте я вылагинюсь и мы все-таки сделаем все вместе с нами. Еще раз эту процедуру. Лучше показатели. Потому что там есть моменты, которые хочется показать. Так. Давайте я на свою личную почту протестирую. гуглевку пусть. И сейчас выберем какой-нибудь аккаунт, у которого нету. Как вот этот и умазать. и и опять и другую. Давайте вот вот вводим и одни к вам остальные кучи и так. и попробуем. попробуем. Окей, вот она. Соответственно, здесь выбираем страну. Наша страна Россия. Луны ОТЖ. Наш магазин называется, ну, так называем, называется «Легитоп». Урал, соответственно, берем и здесь вот вставляем сюда. Если есть товары для взрослых, палочек ставить. Если нет, то нет. Здесь пишем «Контакты», «Вася». Вот. Если можно разделить, например, если вам нужен человек, который технические детали отвечать будет, вы ввете его сюда, соответственно. Что ему хочется? Урал должен начинаться со схемы. Окей. Здесь принимаете условия работы. Нажимаем «Продолжить». Есть тонкий момент такой. По-хорошему надо предъявить права на сайт. Значит, если вы подтверждали права в Яндекс.Вебмастере, здесь принцип тот же самый. А по СССР требования обойти невозможно, к сожалению. Это мы про это поговорим. Если у вас на этом же аккаунте привязан Google Analytics, он уже есть, он связан с желательно еще связать его с AdWords, вы выбираете здесь Google Analytics, подтвердить URL сайт и заявить на него права. И у вас одновременно сразу подтвердятся права, больше ничего делать не надо. Если нет, то надо будет с помощью тега вот этого вот или другими способами заявить на это права. Но мы сейчас не будем заявлять, ничего страшного. Соответственно, нажимаем «Пропустить». И нам сейчас предложат ввести фид. Я пока вспомню, где у нас есть фид, входящийся. Секундочку. Вот у нас есть вот такой фид. Значит, здесь надо перевести аккаунт в русский язык. Settings настройки. Edit Settings. Display Language Russian. У вас перейдет все на русский язык. И давайте вот эту процедуру, если вы еще не сделали, зайдите, пожалуйста, сейчас 5 минут на регистрацию своего аккаунта в Мерчин-центре. А дальше мы добавим фид. Я пока на вопросы по СССР поотвечаю. Значит, что касается СССР. Обойти эту ситуацию невозможно, к сожалению. Или к счастью, наоборот. Потому что Google хочет защищать пользователей все-таки. Особенно там, где есть оплата на сайте. Поэтому СССР-сертификат для Мерчин-центра придется завести в любом случае. От этого никуда не деваться. А что касается адвант-шопа и СССР. Лена, Таня, вы мне поможете? По-моему, есть какой-то, да, пакет там, где можно подключить непосредственно СССР-сертификаты к адвант-шопу. Вы здесь вообще? Лена, Таня. Или все уже ушли? Здесь. Отлично. Вот. Если ей удобно, найди, пожалуйста, ссылочку. Скинь людям. Спасибо. Я пока жду. Как вам еще формат? Скажите, удобно или неудобно? Или лучше разом показывать, а потом вы на видео смотреть будете и проделывать помедлено все. Ну и просто впервые такой онлайн формат. Попробовать решили. Поделитесь мнением. Народа, я вижу, бывает. Это тяжело, видимо, да? Ну вот, видишь, Леш, ты любишь живую. Таня, кстати, скинула, да, с ссылки, посмотрите. Ну, пока не очень много вопросов по ходу я от народа не вижу. Или народ мало кто делает, в основном сидит. То, что Леша готов за практику, за хардкор, я понимаю. Как остальные ребята, формат мне нравится, нет? Окей. А есть те, кому не нравится? Скажите, не нравится. Лучше на виду и все посмотреть, потом тихую и медленную сделать самому. А вопросы на почту, то есть, на папу. Да, кстати. Первый экран, да, хорошо. Особо активно только для магазинов. Ну, для вас вот этот вариант за 3,800 получает. Ну, или, знаете, там есть сертификаты очень дешевые, в принципе. Можете их купить за небольшие деньги и попросить своих программистов, если у них есть возможность, соответственно, сами смотрите. Народу все меньше, народу все меньше. Окей. Я надеюсь, вы зарегали свои аккаунты в Mershant Center. Поехали дальше. Фид добавим и заканчиваем. Вот, Таня даже дает инструкцию в постановке. Я даже себе заберу. Сохраню. Отлично. Вот за что люблю AdWompShop. У них есть решение для всех, и они хорошие. Хочешь платить? Ты платить, сделай. Нет, так нет. Отлично. Спасибо. Что такое хит? Да, вообще, XML-фит. Любой практический движок, интернет-магазин его выдает. Это такой вот текстовый файл, где подписаны все ваши категории с вашими товарами. В каждой категории присвоен номер. В каждом товаре описано у всех по-разному. Есть ID-шник товара, есть URL-товары, есть цена, то, что это в рублях. Есть к какой категории он относится. На ситуации 5702 это значит, что этот товар относится к ингаляторам. Вот производитель, то, что он есть в наличии, и модель, ну, вендор-код от типа модель непосредственной, и описание, и так далее, и так далее. Значит, вот что такое смой хит? Убывает двух форматов. Для Яндекс.Маркета это вот Ямаркет.Экс.Мейл и для Google Base. Google Base это формат для Google Мерчанты. В принципе, Мерчанты дают и формат Яндекс.Маркета. Можно его использовать, но лучше использовать родной, тогда возможностей управления у вас будет больше. Адвантшоп генерирует этот файл для Мерчант-центра. Сейчас, какие есть? Я думаю, вы и так, наверное, опытные магазинщики разбираетесь, где этот файл брать. Но в целом, текст. У меня просто на внутреннем сервере стоит, поэтому что не думаете. Администрирование. И, соответственно, маркетинг. Здесь у вас можно взять и фид для маркета, и фид для Мерчант-центра. Неважно. Вот мы взяли сейчас фид маркетский, соответственно, копируем его, идем дальше в настройки. Здесь задача, значит, фиды. Добавить фид. Можно тестовые задания, можете сразу стандартные, неважно в целом. Есть контент, соответственно, фрубокс. Фид называем, как хотим. Это неважно. Если у вас будет несколько фидов, тогда будет. Слушайте, а в чем дело? Почему он не срабатывает? А, друзья, я понял. Он мне не дает срабатывать, потому что не подтвержден. Соответственно, права надо заявить, чтобы он дал сработать. Сейчас я сменю просто аккаунт, там подтвержденном это сделаю. И никаких проблем. Давайте другую аккаунт войдем. Сейчас будем искать пароли. И здесь не допустим. Здесь. Да, ваша задача будет обязательно связать, перед тем, как вы последний этап делаете, подтвердить права. Фиды добавить фид. Правильно. Россия. Продолжить. Здесь мы выбираем автозагрузка. Продолжить. Павел мы опять называем, как хотим. Это неважно. Там все видно, да? Вот вам ссылка с фидом. Но это фид для Яндекс.Маркета. Лучше делать в формате для Google Base. Сейчас я вам все это найду. Соответственно, URL фид вы ставите сюда. Имя пользователя вам не нужно, оно не запородлено у вас. Вот. Здесь обозначает какое-нибудь ночное время, час, два ночи, чтобы фид забирался раз в сутки. И не в самое загрязненное время. И нажимаете сохранить. В принципе, все. На самом деле, фид ушел на модерацию. На следующем семинаре мы с вами посмотрим, как прошла модерация. В принципе, свяжем мерчант-центр с AdWords, запустим компанию в AdWords по мерчант-центру и запустим динамический ремаркетинг. Динамический ремаркетинг нам тоже нужен, чтобы вот этот фид он был. Он нужен. Если есть вопрос, что такое мерчант-центр, все очень просто. Это когда у нас в гугле появляются вот такие картинки с фотографией товара. Это летот здесь представлен, кстати. И здесь представлен летот. Еще небось в выдаче бесплатной денег есть летот. Не важно. В общем, у нас представлен товар вот здесь картинками. Это вот выдача мерчант-центра. Соответственно, для того, чтобы это прошло, вам нужно установить SSL-сертификат на ваш сайт. Вам нужно связать аккаунт мерчант-центра, подтвердить права, что сайт ваш, и отправить фид на модерацию. По сути, все. Вставайте вопросы. Я пока наладую инструкцию на формат Google Base. Если у вас не Advanced Shop, то вам ссылка у формата фида. У Advanced Shop уже есть внутри этот фид. Виталий, а у вас на Advanced Shop и магазин? Скажите, пожалуйста, или нет? А, сам фид вам дать? У меня нет такого фида сейчас. Не подготовлен. Виталий, напишите в поддержку Advan Shop, они должны исправить это. То есть там какой-то косяк явно. А чем вам внешний вид фиды поможет? Он вам ничем не поможет. Поддержка неадекватного Advanced Shop? Ну, я бы так не сказал. Мне кажется, это одна из... А, поддержка у Google. У Google, да, поддержка. Там входит. Подпадает. А кто-то из вас случайно нажимает кнопочку и его сбрасывает. Возможно такое. Да, поддержка у вас сложна. Вопросы есть ли это, ребята? Если нет, давайте заворачивать. Ваша задача отправить фид на модерацию. Отправить фид на модерацию. Через неделю мы с вами продолжим настройку компании, мершинг-центра и динамического ремаркетинга. Вопросы. Давайте вопрос. Я пока останавливаю экран. Это не ко мне вопрос, дорогой самоходов. Это вопрос к поддержке Google. Я пока отключаю все кампании, которые мы натворили сегодня. Приходите на семинар. Кому интересно, будет большой, месячный практически, целомесячный будем изучать все-все детали. Следующий сеанс связи через неделю, я так понимаю. Адрес курса. Сейчас. Спасибо, хоть кто-то спрашивает. Не знаю. Лена, Таня, будет же, наверное, приглашение на e-mail. Запись вебинара должна быть выложена. Скучный формат. Дозреваю вам, некоторым, наверное, было скучно. Я сам его впервые в таком онлайн-режиме приглашаю. На курсе мы обычно не показываем, даем домашку, потом отвечаем на вопросы и проверяем домашку. Спасибо. Партика, она всегда тяжело, трудно, скучно делается. Выступать по-тоже умеет весело, но если вопрос партики, она всегда скучная. А все это никогда оказывает, что аккаунт не готов. Продолжение следует... Спасибо. До свидания.